ну что же всем привет в этот жаркий вечер среды 6 часов вечера очередной эфир кто вам платит и здесь я эрик исташкевич и вадим родионов привет да привет и сегодня мы поговорим о хорошем по крайней мере у нас есть такая надежда сможем поговорить хорошим потому что спустя продолжительное время в латвии хоть что-то открылось точнее разрешили использовать террасы с заведением общественного питания значит вот шел по риге и даже как-то необычно было что люди сидели за столиками потому что кажется что за этот год я уже отвык от такой картины знаешь что необычно что я заметил что люди по-прежнему делают умиляются нашим с тобой маскам делают нам замечание говорят что это очень трогательно что мы с тобой сидим масках и сегодня на самом деле это но практически чудовищно потому что на дворе сколько плюс 27 мы в помещении в латвии жара вот этот один день лет он случился сегодня мы сидим в масках и мне хочется поговорить о нашей любимой темой когда мы снимем маски сегодня заморачивалась вопросом о стимуляции вакцинации ну дает ли она какие-то бонусы не дает ли она какие-то бонусы и например сможем ли мы с тобой посидеть без масок учитывая что мы оба вакцинируемся на практике да composed xi уже а я ищу то у меня еще предстоит это дело в пятницу я надеюсь случится и первую дозу я получу да но если公 måенка посчитала посмотрела по правилам что это значит я вакцинировалась 30 числа через 22 дня после получения вакцины моей которая была астрозанана к я буду считаться вакцинированной ты будешь считаться вакцинированным ты получишь первую дозу вакцины если это будет файзер пройдет еще три недели будет ревакцинация потом пройдет еще 15 дней и тогда ты будешь считаться вакцинированным Тогда иммунистет вроде как выработается. Мы с тобой будем оба, вот люди, которые прошли вакцинацию, то есть по моим расчетам, где-то после Лига мы с тобой оба вакцинированы. Я надеюсь, что к тому времени подоспеют правила Кабинета министров, и мы ощутим какие-то такие тактильные бонусы от того, что мы это сделали. Это та тема, которая сейчас, мне кажется, очень сильно муссируется, как людей стимулировать вакцинировать и вообще зачем. Ну, кстати, кому-то дали конфетку, я слышал. Какую конфетку? Ну, вот когда человек пришел вакцинироваться, буквально недавно с какими-то коллег разговаривала. Я знаю, о ком ты говоришь, наш коллега общий. Да, и сказали, что вот когда ему сделали укол, то дали конфетку. Соответственно, чем не бонус? Знаешь, вот когда кровь сдаешь, например, будучи донором, я однажды сдавал, и там тоже давали, по-моему, печенье, чай. Вот я уже не помню точно, но какие-то для того, чтобы восстановить... То есть тебе кажется, что если людям пообещать конфетку, они пойдут вакцинироваться, я думаю, что все сложнее. Семи родом из детства, знаешь, может быть, это тоже можно было использовать. Нет, конечно, это юмор, конечно, конфеткой вряд ли что-то изменишь. С другой стороны, все-таки, что я наблюдаю, что активность желающих вакцинироваться, она пока еще высока. Я думаю, что просто до антипрививочников еще просто не дошли. Еще в активе те люди, которые хотят вакцинироваться. Что-то ты сегодня в какой-то удивительной, оптимистичной роли, потому что я, опять-таки, буду скептиком скорее в этой истории, потому что что мы видим? 4% закончили вакцинацию, получили 2 прививки. Первую, по-моему, закончили 17%. Ну это же слезы. Ну о чем мы говорим? Это же вообще несерьезно. Ну хорошо, есть еще какие-то, ну ты там в пятницу пойдешь, я знаю, кто-то там после карантина, но может быть еще 3% набежит. Мне кажется, мы дойдем до 20% и встанем. И если не будет каких-то рычагов стимуляций, ощутимых рычагов, что-то мы никуда не уйдем. Ну обычно я выступаю в роли скептика, а ты в роли оптимиста. В данном случае мне сложно тебя оппонировать, потому что да, так и есть. Знаешь, это как вот цикл жизни звезды, да, если говорить о космической. Вот она горит, а потом доходит до определенного слоя, выгорает и умирает. К чему я этот пример вспомнил? Что сейчас, конечно, вакцинируются те, кто хочет. Потом мы затормозим, скорее всего. И знаешь, что печально еще в этой истории? Я посмотрел статистику, насколько нас опережают Литва и Эстония. А Эстония, я напомню, страна, которая по населению меньше Латвии. И у них значительно больше людей уже вакцинировались. И поэтому, да, к сожалению, вынужден с тобой согласиться и занять пессимистичную политику. И это будет, мне кажется, большая тематика дебаты между правами человека и выбором. Ну, то есть, с одной стороны, страна заинтересована в какой-то коллективной безопасности. И страна заинтересована, чтобы как можно больше людей вакцинировались. Потому что нам говорят, что это единственное средство выйти уже, наконец, из локдауна, перевернуть эту страницу и более или менее жить нормальной жизнью. С другой стороны, сразу начинаются вот эти крики, как же вы меня будете ограничивать, почему это там спортзал, я не вакцинированный, не смогу пойти, а где свобода выбора. И этот конфликт, возможно, тоже встанет. И так как у нас скоро выборы, возможно, политики тоже не хотят принимать таких непопулярных решений и как бы кнутом гнать людей вакцинироваться. Ну, у нас еще другая проблема есть. У нас вообще члены правительства не могут определиться с этим делом, потому что среди госслужащих появляются антипривычники или осторожные, нежелающие как-то там, в общем-то, заявить о том, что это нужно делать. Среди врачей достаточно популярны эти настроения. И, конечно, публично не все говорят, но, тем не менее, вот появляется информация, что там врач говорит, а знаете, лучше воздержаться, потому что мы не знаем, что там будет. И так далее, и тому подобное. И у нас сарафа на радио ведь хорошо работает. У нас СМИ, может быть, не работают так хорошо в плане информированности. Мы уже говорили с тобой об этом, есть разделенная община, и так далее, и тому подобное. А вот настроение, а может, не надо, а может, лучше воздержаться, а может, пронесет вот эта русская ложь, которая применена каждой. Ну, знаешь, как это надо решать? Как бы это можно решать какими-то конкретными, ощутимыми результатами. Вот, не знаю, там, брат у меня спрашивает, я вакцинируюсь, он говорит, господи, ты вакцинировалась, с ума там сошла, что-то мы с ним обсуждаем. Он говорит, ну хорошо, он работает там за границей, он говорит, я вакцинируюсь, мне не надо будет делать тесты, ну, потому что это тоже какие-то неудобства, тебе надо искать, вот дайте практическую пользу. Или там подружка собирается ехать отдыхать в Испании, по-моему. Она говорит, ну, так а что, я вакцинируюсь, а тесты всё равно делать надо за свой счёт, ну, как бы, 4 теста на всю семью. А зачем мне тогда вакцинироваться? Ну, то есть, как только люди увидят какую-то практическую пользу, сэкономить деньги на тестах, не делать эти тесты, какие-то, ну, прямо ощутимые послабления, ты там в спортзал можешь пойти, или в ресторан можешь пойти. Ну, есть разные механизмы, которые на практике людей стимулируют. Ну, как бы, и тогда сразу, мне кажется, люди начинают думать иначе. И тогда, ну, да, может быть. А пока что мы имеем? Ну, какие первые послабления? Вот я досмотрела этот проект нашего министерства. Рутинный скрининг отменяют. Ну, то есть, работники садиков, работники, там, медицинские работники. Ты можешь каждую неделю, если ты провакцинирован, не сдавать тест. Удобно, удобно, но это лишь маленькая часть. В социальные дома ты можешь попасть. Это тоже узкая часть. А каких-то послаблений для широкого населения, ну, аля, что мы с тобой спортом можем идти заниматься, в ресторан можем пойти, или, ну, как-то вот ощутить. Маски, может быть, разорваться. Маски, может быть, ну, пока этого нет. Ну, окей, я не хочу бежать впереди паровоза, завтра заседание, может быть, завтра будет прямо аттракцион невиданной щедрости, и прямо какие-то, и все побегут. Но, зная, как все у нас происходит, не факт. Да, мы медленно и обстоятельно, хотел я добавить. Но, на самом деле, действительно, здесь уже маркетинговые технологии, они должны быть задействованы, я с тобой полностью согласен, потому что, если вспомнить, например, как газеты в свое время проводили подписные кампании, они предлагали за то, что вы подписываетесь, еще и карточку, которая там предоставляла возможность в том или ином супермаркете на какую-то сумму получить товар. И люди активно шли, потому что, о, я подпишусь на такую-то газету, получу такую-то карточку, два в одном, и, соответственно, может быть, газета мне не так нужна, но карточка хорошая, и там покрывает расходы. Аля, провакцинировался, тебе дали 50 евро в максимум, ты к этому ведешь или нет, или я не так тебя усекла? На самом деле, как бы это, может, не звучало так немного необычно, это могло бы сработать, человек такой, ну, хорошо, я вакцинируюсь, получу там какую-то скидку в магазине. Примитивно? Примитивно. Сработает? Возможно. Потому что человек тогда, ну, хорошо, все равно придется, все равно нужно, все равно давит, все равно, ну, и получу еще там какой-то продуктовый набор. Мне кажется, это могло бы сработать, и вообще это такие простые, казалось бы, приемы, которые дают какие-то конкретные результаты, да, там, не знаю, на 10 евро, допустим. Ну, почему нет? Ну, видишь, и тут интересно, что Латвия-то не уникальна, как бы в своей этой истории, ковид не только у нас, буксует вакцинация, возможно, только у нас, но наверняка не только у нас. И на это можно посмотреть из какой-то глобальной перспективы, ведь, как говорят, Израиль называют такой, мировой лабораторией по вакцинации населения, в стране уже, если правильно все, я не ошибаюсь, 50, ну, более половины вакцинированных, и там как раз-таки есть вот эта система паспортов вакцинации, и вакцинированным позволено больше, чем невакцинированным, насколько, ну, насколько можно верить СМИ, насколько я читала эту информацию. И чтобы не жить только в своем пузыре, сегодня у нас будет очень интересный гость, человек, который сейчас проживает в Израиле, зовут его Дмитрий Брикман, фотограф и журналист, и мы его выведем на связь прямо из Израиля, как раз-таки поговорим, что же там происходит. Да, ну, кстати, Дмитрий предупредил, что может зазвучать сирена, и тогда ему придется уйти. Ну, мы знаем, что происходит в Израиле, знаем, какая там обстановка, это, конечно, здесь нет места юмору, все очень тяжело и очень трагично, поскольку там ракетные обстрелы, но, тем не менее, мне кажется, что как раз мы сможем сегодня поговорить. Дмитрий, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, здравствуйте, слышу, слышу, вижу, вижу, вы так сидите трогательно в масочках, у нас все так эстетичненько получилось, то есть у меня такое деление экрана, черное-белое, половина туда, половина сюда, инь-янь, ну, просто все по полной программе, все замечательно. А с перспективой Израиля это выглядит странно, что мы в помещении, в масках, или почему вам это кажется трогательным и странным? Ну, это просто трогательно. Нет, ну, это, нет, 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 дело в том, что нет, на самом деле, и да, и нет, потому что на рабочих местах сейчас как бы у нас такой отостатки еще остались, то есть люди вот на рабочих местах все-таки общаются в масках, в магазинах, естественно, заходишь в масках, но на улицах уже никаких масок нету, все уже ходят, у нас как бы цифры, которые вот вы называли, они даже сильно лучше, чем то, что вы назвали, да, вот провакцинировавшихся, и, соответственно, того, что у нас происходит. Могу назвать, кстати, у тебя сейчас поленился. Да, давайте. Давайте я сейчас, во-первых, скажу очень, вот совсем вот такую радостную цифру. Сегодня, за сутки, за последние сутки у нас подтвержденных 35 случаев новых, подтвержденных, заразившихся. Умер, по-моему, то ли один человек, вчера никто не умер. Извините. И, как бы, ситуация по поводу вакцинации у нас, ситуация вообще замечательная. Вот сейчас назову много циферок. Давайте циферки назову. Давайте. Значит, возрастной категории 90+, первую дозу вакцины получили практически 100% граждан. Двумя дозами 95. У нас Pfizer, у нас только один Pfizer, поэтому все это так идет. Категории 80, 89, 96, 93. Категории 70, 79, 99, 95, 60, 69, 90, 86, 50, 59. Вот это моя категория. 89, 84, 40, 49, 85, 80, 30, 39, 81, 75, 20, 29, 20, 29, 70, 7, 70. Это молодые люди. И вот совсем молодые, моложе 20, там 23, 20. Но там совершенно другая немножко история, потому что там не очень понятно, как это все еще. Разрешат, не разрешат. Потому что там дети. И для нас как бы вот, ну вот я бы сейчас сидел, слушал, вот вы обсуждали вопрос конфетки давать, евро угощать. Знаете, я сейчас скажу, у нас тоже так это достаточно обсуждалось, естественно, есть люди, которые согласны, антипривычники, не антипривычники. Знаете, я вот, я, поскольку я не... Я все время, Вадим, в прошлый раз сказал, давайте зафиксируем этот момент. Я не обозреватель по коронавирусу. Я просто вот простой гражданин, в данном случае я простой гражданин Израиля. И я скажу вот про другую совершенно вещь. Даже не про зеленый паспорт, который тоже тебе дает возможность движения, как бы. А совершенно другую, другую историю. Давайте поразмышляем с вами. Можно я задам вам вопрос, а то вы как сидите, на меня смотрите, а мне скучно. Да мы в масках просто. Эмоции не считываются, да. Молодо, что в масках. Вы еще и от камеры отвернулись. Так вообще. А, ну простите, у нас просто там телевизор. Поэтому, простите, вы сейчас видите наши затылки, да? Мне еще страшно. Ну, вот такие вот люди в Латвии. Ну, что поделать. Скажите, пожалуйста, можно я сейчас так поменяюсь местами? Я сейчас так интервьюирую. Скажите, пожалуйста, а что самое, из-за чего разгорелся весь сыр-бор? Почему так весь мир вдруг сполошился? Дело не в том, что... Почему так весь мир сполошился? Как вы думаете? Ну, как вы, вот ваша мысль? В глобальном смысле. Когда началась эта... Да, да, в глобальном смысле. Ну, я думаю, что просто потому, что стало понятно, что этот вирус распространяется быстрее, чем грипп. Это было сразу очевидно. И ВОЗ ведь не случайно забил тревогу. И, в общем, как мы видим, не ошибся. Хотя я помню эти разговоры о том, что ребята, это почти как грипп, ничего страшного не будет. Сколько уже было различных и свиной грипп, и птичьей. Все обходилось. И в этот раз тоже обойдется. Ну, не получилось. И пошло. А вот... А если еще копнуть чуть поглубже? Почему вы... Вот что вот лично вот Вадима задело в этой истории? Что испугало Вадима? Ну, я не скажу, что меня что-то испугало. Я просто понял, что проблема в том, что уже больницы не справляются. И это слишком быстро... Эта динамика слишком быстро развивается. И было очевидно, что с таким... С такой нагрузкой наша система здравоохранения не справится. Ну, как я понимаю, что, в общем-то, как и другие страны, они быстро все это просчитали. Ну, да. Но, в принципе, для любого человека, по моим размышлениям, для любого человека самое страшное... Вот базовый вообще инстинкт, это даже не инстинкт размножения, это инстинкт самосохранения. И когда стало очевидно, вот тебе показали, вот так ты делаешь эту жизнь, а не так ты делаешь это, у тебя есть другой шанс, и он малосимпатичный. И когда люди это увидели, возник вот такой всемирный страх. Он вот весь мир вот так вот накрыл в той или иной форме. У вас там зеленая травка, у нас там зеленые пальмы. Но вот это ощущение страха, оно давило подсознательно на любого человека. На вас, сидящих, на меня. Оно на всех давит. Я думаю, что спора с этим не получится. И вот то, что произошло в Израиле, я просто вот физически ощутил. То есть я, когда была пандемия, ну, все закрыто, двигаться никуда нельзя, я ходил, гулял. Ну, по вечерам. Надо как-то ходить гулять, если бы, так сказать, устроил прогулки такие. 8-9 километров, так по вечерам гулять не спустя. Я просто физически ощущал какой-то некоторый вот страх, который давлел над людьми. Вот ты ходишь, человек от тебя шарахается, человек туда-сюда. А сейчас, после того, как вот вся страна привита, а то, что я назвал цифры, это вы понимаете, это все взрослое население фактически, да? То есть это цифры 80-85, как минимум 80 до 20 лет. И 20 лет тоже 70 лет. Все привиты. И пропал страх. Его как бы выключили. Ощущение такого выключенного страха. И это, наверное, очень самое приятное ощущение. И очень быстро страна возвращается ко всем своим проблемам, включая вот та проблема, которую вы начали. То есть там очередная у нас военная операция, очередную, так сказать, малосимпатичные такие движения. И вот это, вот выключение этого страха, это не конфетки. Но видите, что грустно? В Латвии ситуация немножко-то по-другому выглядит. У нас в первую волну был страх, люди шарахались, были открыты торговые центры, и люди не шли туда просто, потому что боялись вот этого неизвестного, неизведанного вируса. Сейчас у нас смешные слезы по вакцинации, но при этом страха в Латвии на улицах совершенно не ощущается. Ты идешь по городу, люди счастливые сидят на террасах, люди уже ничего не боятся, жарят шашлыки, ходят друг к другу в гости, и это у нас 4% законченной вакцинации. Мне кажется, что у нас включился... И страха нету, непонятно, что это включилось. Включился такой элемент, катализм. Будь что будет. Будь что будет, да. А вот лично вы, неужели вы сейчас идете, встречаетесь с незнакомым человеком, он покашливает рядом с ним. У вас что-то внутри вдруг нет. Понимаете, мы-то сознательные люди. Я и вакцинированный, я никуда не иду, я не нарушаю правила, не иду делать нелегальные маникюры, какими-то такими вещами не занимаюсь. Но это, видимо, какая-то моя такая частная история. Очень много людей, которые продолжают жить, как они жили, и надеются, ну, я не знаю, на обвозь до тех пор, пока кто-то близкий не попадет под ЭВЛ. Ну и то. Здесь, мне кажется, срабатывает другое, что действительно, вот Эрика когда говорила, когда только все начиналось, и цифры зараженных были совершенно несопоставимы. Там было два случая, три случая, пять случаев, десять, казалось, уже просто катастрофой. Сейчас мы открываем такие 700 случаев, 800 случаев. И нас это не пугает. Тысяча случаев. Ну окей, да. Ну как-то живем дальше. То есть наоборот, здесь, мне кажется, срабатывает страх ушел. Пришло уже... И страшная вещь, которую говорят врачи. Я вчера весь день вызванивала там врачей, чтобы кто-то с нами поговорил о том, что происходит, в какую бездну мы снова падаем. И что они говорят? Что у них 55 человек на системах ЭВЛ, для них это страшные цифры. Они уже хотят выйти из этой реанимации, откуда они не выходили, там их врачи. А для людей это, ну, всего лишь там 55 человек где-то там лежат под ЭВЛ. Ну то есть... И врачи внутри, это ощущают так, что от общества нету солидарности. Все, что они просят солидарность, они выступают, говорят, ребят, мы идем в бездну, пожалуйста, не нарушайте, давайте не будем послабления, вакцинируемся. А начинается кампания против медиков, что да, вам за все это платят, это вообще проплаченная история, у вас зарплата от этого лучше. И какая-то обратная реакция у общества. И это отвратительно. в чем наше принципиальное отличие от Израиля? Израиль сумел быстро начать процедуру вакцинации. А мы, поскольку у нас все через пень-колоду идет в этом смысле, и мы уже никому просто не верим. Уже понимаешь, что это процедура вакцинации, которую мы проваливаем, ну, как-то мы ее, наверное, доведем до какого-то логического финала. Вопрос, когда. Но даже по сравнению с балтийскими странами мы проваливаемся. По сравнению с Эстонией, с Литвой, у нас там все мизерные цифры. И просто люди поняли, что это все будет тянуться. Надо же как-то жить. Ну, поэтому я поясняю, почему нам нужна конфетка. Потому что у нас, вот, видимо, этого страха, вот этого ощущения, ну, как-то момент упущен. Может быть, если бы по весне, пока все боялись, и у нас, как в Израиле, быстренько бы подсуетились, купили бы Pfizer. Может быть, было бы... А теперь люди перестали бояться. Всем кажется, пришло лето, пришла жара, и вообще, в принципе, все в порядке. У нас сегодня будет включение из Юрмала, из ресторана. Ну, посмотрим, как там происходит. Подойдет Лаурис к связи, не подойдет, или котлеты будут жарить, потому что там очередь. Да, ну, как сказал Дмитрий, кстати, в одном из интервью, Израиль это Pfizer-ом выбранный, избранный народ. Да, соответственно. Да, евреи. Евреи. Да, евреи. Поэтому мне хочется больше о конфетке поговорить. Ну, правду ли пишут, или это... Я тут как-то дезинформирую наших зрителей и читателей. Вот какие конфетки имеет вакцинированный житель Израиля? Как это регулируется? И может ли он делать что-то больше, чем не вакцинированный? Видишь, как я понимаю слово Дмитрия, что все-таки жизнь это конфетка. То есть тебе дарят жизнь. А у нас нет этого понимания. А теперь я хочу более практичную информацию. Я поняла, жизнь это конфетка. Идем дальше. Что еще? Ну, не всегда, как мы знаем. Не всегда, конечно. Но, тем не менее. Конфетки, как известно, разные бывают. Но, во-первых, так сказать, изначально особых таких вот вопросов нет. Ну, разве что ездить можно по миру достаточно спокойно. Другой вопрос, что некуда ездить. Потому что, например, я не гражданин России сейчас. Я не являюсь гражданином России. И я не могу поехать в Россию, потому что Россия просто не пускает. Потому что, как бы, вот Израиль выпускает, а Россия не пускает. Есть страны, которые пускают. Там Грузия, Болгария. А есть страны, которые в себя не пускают. Но есть этот, вот этот зеленый паспорт. С точки зрения, как бы, конфеток внутри Израиля, ну, фактически нет. Сейчас вот это вот у нас такое появилось, такие разные формулировки, такой фиолетовый стандарт. Вот для... Раньше было, условно говоря, ты должен был приходить в этот самый кантри, ну, там, бассейн, там, спортзал какой-то. Ты должен был показать вот эту штучку. Вот несколько дней на зеленый паспорт. Сейчас этот зеленый паспорт отменили. То есть, как бы, ты заходишь в ресторан, да, ну, надо вот показать зеленый паспорт. То есть, ты не покажешь зеленый паспорт, ты сидишь на улице, благо, погода у нас позволяет, и тоже не особенно, как ты это делаешь. Дмитрий, извините, да, извините, что перебью. Вот сейчас мысль, которая посетила мою, надеюсь, светлую голову. Я понял, в чем разница между Израилем и между Латой. Израиль всегда живет на протяжении многих лет, в момент своего образования, живет в состоянии быстрой мобилизации. То есть, когда случается что-то, Израиль уже готов, и народ готов быстро мобилизироваться. Вы обсуждали, что, когда будем вам, Дмитрий, звоните, и вот как раз Эрика за кадром спрашивала, как там же ситуация с... Ну, мы видим кадры, ракеты, железный купол работает на полную мощность, там у вас... Люди спокойно живут, и они уже знают, у них четкие алгоритмы есть, как действовать в той или иной ситуации угрозы. Мне кажется, у нас этого нет вообще. То есть, у нас есть некая раздутая история, что может когда-нибудь кто-то там, не дай бог, на нас нападет. То есть, мне кажется, мы не прошли бомбардировки, поэтому мы не готовы вакцинироваться. Мы очень расслабленное общество. То есть, я думаю, что израильское общество очень четко понимает, как действовать в случае угрозы. И появляется Pfizer, появляется вирус, и они уже готовы, потому что они фактически все время живут в таком военном положении. Это, кстати, было еще в фильме про зомби, который там Брэд Питт играл. Не знаю, видели ли? Согласны ли вы с таким? Светлая ли эта мысль посетила светлого голого Вадима? Понимаешь, он отгородился стеной, зомби-голого нетрадиции. Да, да, да. Вот я этот фильм вспоминал очень часто. Я когда-то посмотрел, его летел куда-то в самолете, подумал, какой бред. Израиль отгородился от мира стеной. И сейчас, когда я смотрел, это уже настолько не бред, это настолько было действительно очень похоже. Ну, в Израиле это все просто. Знаете, там, журналисту рот закрыл, рабочее место чистое. В Израиле Бен-Гурион закрыл, и все, так сказать, не взлететь, не улететь. Поэтому, как бы, никуда не деться. И, ну, да, в Израиле это есть. К сожалению, я не могу сказать, что я сильно рад этому, но, к сожалению, вот сейчас, допустим, условно говоря, мы сейчас, вот нам сказали, что где-то пробежала какая-то, кто-то там запустил все, там, Хамас, разослал СМС, что в 6 часов будем бомбить Тель-Авив. Вот сейчас вот 6 часов, как бы, не бомбили. Но во всех домах, на улицах, вот вчера было, позавчера были пробки. Вчера произошло то, что произошло. Сегодня я ехал вот на работу, вообще пустой город, пустые улицы. То есть людям сказали, сегодня не выходим на работу. Все не выходят на работу. Ну, в смысле, работают из дома, все уже привыкли к этому. В каждом доме есть своя, такой, так называемый, мамад. Ну, это если мы как-то плавно перешли от темы коронавируса. Ну, ничего, это интереснее. Мне кажется, это вести с полей, это очень взаимосвязано, как мы выяснили. Вести с полей, это назвать неприятно. В каждой квартире, то есть у нас во всех новых квартирах есть такое понятие мамад. Мерхаф мугандираты. Это бомбоубежище. Условно говоря, одна комната, она 9 метров плюс. Ну, какая-то комната, только там есть бетонные стены и, соответственно, окна закрывающиеся железной вот такой крышкой и железная дверь, это называется. И когда звучит сирена, так сказать, надо пойти вот в эту комнату. Если нет, то надо спуститься там в бомбоубежище. Если нет, то, соответственно, уже в подвал на лестницу. И все к этому привыкшие. Вот сейчас то, что я сказал, сейчас 6 часов должно было начаться там. Где-то кто-то сообщил. А у нас такой маленький, ну, как бы такой, очень своеобразный, такой пятачок. И вокруг невысокие дома стоят. И посередине есть бомбоубежище такое вот общее. И вот я сейчас смотрю, вот тусуют, там, условно говоря, тусуются дети. Вдруг вывалили, да, кучу детей, взрослых. Потом кто-то из взрослых кричит. Все, говорит, 6 часов пошли в убежище. И отправились в это убежище. Ну, ничего не было, славьте Господи, ничего не произошло. Но когда пораздаётся, сирена звучит, люди идут, все знают, где находятся эти комнаты. Сегодня ночью, вот в 3 часа ночи нас разбудило, мы отправились, перешли в комнату сына, он живёт вот в этой комнате. Это, наверное, жилая комната. Стояли, послушали, как сирена, как взрываются, так сказать, ракеты сверху. Потом, когда всё закончилось, пошли обратно спать. Вы с удивительным спокойствием об этом рассказываете. Мы, мне кажется, даже коронавирусное ограничение более эмоционально, более плачевное. Там, я не могу пойти на террасу, маникюр не могу сделать, да чёрт возьми. Мы даже по этому поводу, мне кажется, содрогаемся больше, чем вы сейчас, о, дети, бомбоубежище. Это то, о чём я говорил, человек-существо, которое приспосабливается, если ты живёшь постоянно в стрессе. Я думаю, что в какой-то степени мы это переживаем, просто у нас ещё, к счастью, это счастье нашей страны, у нас не такой опыт и нет постоянных бомбардировок, но, тем не менее, ты начинаешь адаптироваться к угрозам. Другой вопрос, как, опять же, вырабатываются эти инстинкты, да, то есть, работает с ним правительство или нет. У нас ещё в чём проблема, я думаю, что, я могу, конечно, ошибаться, но я думаю, что в Израиле всё это отточено до очень чётких алгоритмов, о чём, кстати, Дмитрий рассказывал, да, есть сирена, есть соответствующие действия, которые надо предпринять. Комнаты, да. У нас правительство, то одно, то другое, то третье, то отменяем, то разрешаем. Мы запрещаем террасы, нет, сейм отменяют, потому что это может помочь. Потому что переругались, да, политики не договорились. Люди не понимают, что делать, и в конечном итоге люди вообще теряют какое-то доверие к власти и делают так, как им удобно. Соответственно, открыли всё, мы быстро скопом побежали на эти террасы. Нет, не продуманных. Тебе кажется, что, не кажется, вероятно так есть, что в Израиле есть какая-то чёткость и последовательность, и она результируется в том, что люди всегда знают, что делать. При любом кризисе. Я был в Израиле один раз. Можно я встряну? Конечно, нужно. У нас такое не интервью, а живая дискуссия. Ну, это замечательно. Вот у меня было такое ощущение, что вы сейчас рассказывали про Израиль. Не плавайте. Ну, возможно, мы... Потому что это ровно то же самое. Чехарда с правительством, правительство одно, правительство второе. Один появляется, другой не появляется. Одно разрешают, другое запрещают. У вас там весело, да. Что-то разрешили, все ринулись в магазины, все не разрешили, все не ринулись в магазины. Это вот ровно тот же самый текст. Вот один в один. Я слышал на всех языках и в Израиле, и на русском. И, собственно говоря, я видел тоже все то же самое. Это абсолютно... Вы не удивляйтесь, это такая мировая история. Не только специфически латвийская, специфически израильская. Это такая мировая история. Потому что, ну, бардак он везде, потому что люди не очень понимают. Но у вас ведь все-таки, учитывая военную ситуацию, как-то, я не знаю, правительство или кто-то другой, какая-то структура, ведь все отвечают за это, и все четко этому следуют. Правильно я понимаю? Ну, или, опять-таки, это уже население настолько как-то натренированное и ответственно, что какой бы бардак, какая бы чехарда не происходила там, в верхах, народ четко знает, что делать. Ну, то есть, а в чем тогда ключик к успеху? Вот я что-то, вот фраза израильский народ на ответственные и злобие меня как-то наплепает на фразы. Ну, простите, просто я пытаюсь, я люблю на все получить ответы. И если у вас такой же бардак, то почему такой порядок? Вот, наверное, вот такой вот у меня странный вопрос. А вы поймите, у нас нет порядка, у нас точно такой же бардак, как и везде. Просто есть, вот то, что вы сказали, да, определенные инстинкты, они у вас, кстати, тоже выработаются. Во-первых, у человека, он может жить под бомбами, да. Вот моя мама, моя мама, ее жизнь началась, когда ей было 3 года, она блокад, она вот, соответственно, все радости, бомбы, бомбоубежище. Сейчас маме 83 года, прошло ровно 80 лет, раз 80 лет у нее случаются бомбы, бомбоубежище, блокады, сирена. Ну, блокады нет, а вот сирена есть. Я вчера маме звонил, мы стали общаться, когда это посыпалось, ну, как-то неожиданно это было, какая-то сирена. И я звоню маме, а мама что-то выскочила, она спустилась, ну, там недалеко от нас живет, она спустилась, ее соседи забрали, она забыла взять с собой телефон. Она мне через некоторое время перезванивает, я звоню, она не отвечает, естественно, я волнуюсь, думаю, что надо идти бежать туда. А я звоню маме, а мама такая очень спокойная, понимаете, у нее как-то вот этот вот, видимо, этот инстинкт, блокады полученный. Вот то, что вы сказали по поводу вот ваших вот ситуаций, о том, что у вас там все побежали и, так сказать, задвинув на все ограничения, разрешили и побежали, да, это ведь та же самая история. Человек привыкает жить под бомбами, человек привыкает жить под вирусом, человек привыкает жить в концлагере, человек привыкает жить в самых ужасных условиях, да, мы привыкаем. Вы просто, вы просто, у вас просто люди привыкли, коронавирус никуда не ушел, просто привыкли, вот и все, и это нормально. А Израиль привык жить в ситуации вот такой стрессовой, когда, вот есть у нас структура, вы спросили про структуру, то есть есть, есть вот структура, служба тыла, то есть вот то, что вот в России считалось это вот самое, когда мы были молодые, служба тыла, это тыловые войска, это уже самое. Здесь это очень важная история, она очень серьезно работающая, и она, вот они выдают абсолютно четкие, простые, дурацкие, так сказать, вещи, что вот, вот слышите сирену, полегли на землю и накрыли голову руками, да, и вот вам сейчас выдумывают эту штуку, вы сейчас услышите на улице сирены, я подозреваю, что вы не ляжете на пол, а израильчане даже размышлять не будет, он просто вот возьмет и упадет туда. Ну да, это уже до автоматизма выработано, я, кстати, читал знакомую, писал как раз в фейсбуке, что она бежала, полетели ракеты, упала, легла, бежала, потом встала, побежала дальше, как-то так все это здесь. Да, у меня есть такой знакомый, Сережа Градкин, он такой очень известный журналист, и он как-то провел долгое время, там была какая-то военная операция, а он военный журналист, он провел очень много времени около сектора газа, а там, значит, сирена на землю, или взрыв на землю, он просто вот даже не думает, он приехал, Сережа в Питер, а Сережа из Ленинграда, приехал в Питер, вышли они на улицу, где-то там выпили по рюмке, вышли на улицу, и тут там сверху какой-то салют раздался. Сережа просто не задумывался, вот я стоял там, в грязь и упал. Не знаю, что пьяный был, потому что это инстинкт, да, и вот когда тебе один раз ты оказываешься в ситуации, когда вот ты видишь, что это спасает жизнь, второй раз ты сам это будешь делать. Это все очень просто, человек учится на, не на чужих ошибках, на своих. Хорошо, спасибо. На этом мы вас отпустим, мы видим, что у нас уже подключился второй гость, поэтому мы плавно из Израиля прямо тут же переключаемся, в Юрмалу, и сейчас будем выводить на экран нашего юрмальского гостя. Это Лаурис Алексеев, это ресторатор, человек из 36-й линии, ну и не только в целом. Лаурис, добрый вечер, видно нас, слышно? Добрый вечер, надеюсь, что вы меня слышите, я вас вижу. Мы вас прекрасно видим, слышим, расскажите, у вас на фоне солнца, терраса, вы из солнечной Юрмалы, прямо с рабочего места? Море тоже. А мы в офисе и в масках за месяц. О котором можно только мечтать. Выглядит сказочно. Ну, расскажите нам весть из полей. У нас только что был гость из Израиля, который о бомбардировках нам рассказывал, и как поступают израилетяне в момент тревоги. А у вас мы спросим, как прошли первые выходные после открытия террас, и что у вас происходит сегодня? Есть ли спрос, ажиотаж? Не знаю, люди в очередь выстраиваются на месяц вперед или наоборот? Все боятся и не приходят. Ну, вот расскажите. Ну, про бояться, наверное, ничего не скажу, но про очередь, наверное, стоит упомянуть, ибо наши нынешние ограничения в Куре, именно эта дистанция между столами, эти два метра, они, конечно, нас ограничивают наполнить террасу больше. Но мы все равно, несмотря на это, все очень рады, потому что можем готовить еду и ее особенно подавать на настоящих тарелках. Значит, мусорники вокруг ресторана намного пуще, чем были до этого. Так что это нас очень-очень радует. Это, наверное, как сравнить эти пилоты, которые летают все время на симуляторах и, наконец-то, поднимаются в небо. Мы вот сейчас, я думаю, вся наша сфера, мы сейчас поднялись хоть чуть-чуть над землей в небо, чтобы опять вспомнить, как это есть, готовить еду и накрывать ее нашим гостям, хоть и на террасе. Ну, расскажите, вот реально, когда к вам можно попасть? Вот мы сегодня после эфира придумали ехать, но наверняка все забукировано или нету такого? Или там только через неделю можно попасть вообще к вам на террасу? Ну, вы... Вы знаете, как можно пробовать попасть, если кто-то опоздает или пораньше уйдет? Ну, возможно, но так как мы полтора часа, если там будет пять, если кто-то дольше засидится, то, конечно, кто-то будет ждать. Бывает так, что кто-то успевает и перекусить быстрее, хотя это, наверное, не наблюдалось, потому что все очень хотят пользоваться этим случаем и продолжать сидеть на террасе и смотреть вот этот прекрасный вид моря. Ну, если говорить о том, что произошло за год, потому что все очень быстро меняется, и я за собой замечал такую интересную особенность, что когда все было нормально, летали самолеты, ты не воспринимал это как что-то удивительное. Потом, когда самолеты перестали летать, через какое-то время ты видишь самолет и смотришь на него практически как на чудо. Что касается вот вашей сферы, действительно сейчас тоже люди как будто заново открывают для себя кухню, рестораны, возможность поесть нормальных тарелок на улице и так далее. Быстро мы вот это забываем. Может, какие-то особенные эмоции, девушки садятся и визжат. Я вам приведу, может быть, такое сравнение из жизни. Вот пример как раз из нашего ресторана, когда многие годы подряд, когда гость резервировал стол, он приходил, его встречали, он говорил, вы знаете, но я очень хочу сесть с видом на море и, пожалуйста, посадить меня туда, туда. То последние полгода было так, что, извините, но этот мусорник уже занят, которым можно было кушать. Так что, скажем так, эта градация наших потребностей, она очень поменялась, конечно. Сейчас просто люди рады не то, что за еду или там за напиток, они просто рады сесть на стул и кушать, да, на столе. Здесь получается, что... Когда еда подано, а не на капоте машины, там... Здесь получается, как у Солженицына в одном дне Ивана Денисовича, он описывал, что испытывал счастье, когда получил вот эту корочку хлеба. На самом деле, ведь и уровень счастья, он такой же, как если ты будешь в обычной жизни, там, не знаю, есть самые лучшие изысканные блюда. То есть, получается, что наши потребности, они снижаются в зависимости от ситуации, и мы все равно, несмотря на это, можем испытывать весь спектр эмоций, даже не получая того, что получали раньше. Так это работает? У меня тут закономерный вопрос. Я думаю, что мы адаптируемся. Мы адаптируемся и воспринимаем ситуацию такая, какая она есть. Ибо не каждый ресторан сам придумал, что делать и как делать. Это общепринятые законы на данное время. И люди это воспринимают. Но бывает, кто-то вспылил, там, почему это так или не так. Но, в принципе, все очень понятно, понятливо относятся к этим ограничениям. У меня вот вопрос про цены. Если люди изголодали, а рестораны понесли сумасшедшие убытки, потому что не могли работать в полную силу и сейчас не работают. Нет ли такого, что цены растут, цены будут повышаться, и люди к этому готовы, не готовы? Вот какой ваш комментарий на сегодня? Ну, во-первых, какие-то продуктовые группы, цены у поставщиков поднимутся, да, и на вино, да, я знаю, что на рыбу цены тоже поднимаются. На что-то снижается, да, сейчас, например, хорошее мясо можно купить дешевле, чем это было до сих пор. Про повышение цен, наверное, индивидуально нужно смотреть, ну, каждый ресторан все-таки по-своему, это все делает у каждого своя политика, но в большей части ресторанов все-таки мы получили помощь от государства, да, так что, ну, я про всех, наверное, не вправе сказать, но большая часть все-таки прожила это время, и благодаря заплаченным налогам мы смогли продержаться. Хорошо, а еще вот у меня такой вопрос, вакцинация это такая тема, которую мы сегодня обсуждаем, про конфетку, как людей отправить вакцинироваться, как вы оцениваете идею, если в Латвии вот ведут какие-то условные паспорта вакцинации и внутрь, в рестораны вам разрешат сажать людей, если они провакцинированы, ну, как-то эти льготы будут более ощутимы, вот вам, как руководитель ресторана, как эта идея? Или с негативным тестом, так же, как это происходит до сих пор, и сейчас, и в аэропорту ты пришел, у тебя негативный тест, да, пожалуйста, заходи в ресторан, да, если не будет ограничений. Ну, то есть, либо-либо, либо у тебя паспорт вакцинации, либо ты сделал какой-то тест, который действует там 72 часа, и тогда вы можете рассаживать людей. Хочешь в ресторан сдать тест? Да. Или просто... Ну, вы знаете, вы знаете, да, вы знаете, есть еще немаловажный вопрос, мы все время думаем про наших гостей, но обычно все так, да, я хочу, не хочу. Очень важно, наверное, подумать тоже и про персонал, который работает, потому что если человек зашел и ушел, это раз, а персонал все-таки работает целый день, да, и ему приходится встречаться, ну, со многими гостями, да, так что, конечно же, мы как рестораторы заинтересованы, чтобы это, скажем так, эпидемиологическая ситуация, да, чтобы она стабилизировалась, или это через вакцинацию, или это через дистанцию, или негативного теста, но, да, мы очень хотим, чтобы наш персонал был здоров. Знаете, еще общество так немножко разделилось, вот эти террасы, они же поссорили не только правительство, они и народ поссорили, ну, в какой-то степени кто-то изголодался по террасам, и тут же ринулся на террасы, и был счастлив, а кто-то раскритиковал о том, что, ну, ребята, не об этом сейчас надо вообще думать, и как вы можете сидеть в Юрмале, смотреть на свое море, наслаждаться своей фуа-гра, когда кто-то там умирает под аппаратом, и вот врачи как будто бы с одной стороны баррикад, а вы, ну, как бы, как человек, который предоставляет эти услуги необязательные, с другой стороны баррикад, и непонятно, где этот баланс, чтобы и волки, с этой и овцы целы, не знаю, может быть, какой-то комментарий по этому поводу, ну, не подводите ли вы сейчас там врачей тем, что открылись и как бы вносите свою лепту во вспышку заболевания, или это, ну, что можете ответить? Я вам скажу, ну, во-первых, эти шаги, они уже предприняты, и кушать в ресторане запрещено, да, это все-таки предоставление еды на свежем воздухе, потому это и называется терраса, как говорят, что на свежем воздухе вируса нет, ну, скажем так, его подцепить намного сложнее, да, потому что там ветер гуляет и ходит, но я тогда скажу, наверное, полный автобус, он намного больше угрозы дает, чем кушать на улице, на террасе. Хорошо, да, ответ засчитан, спасибо большое, не будем больше вас отвлекать, отправляйтесь к счастливым гостям, кухне, спасибо, что вышли к нам в прямом эфире, всего доброго. Спасибо вам. Здоровья всем. И вам тоже. Надеюсь, мы встретимся на вашей террасе. Видел исследование, которое показывает, что на свежем воздухе гораздо сложнее заболеть, гораздо сложнее заразиться, и, соответственно, это не несет такой угрозы. И я, опять же, соглашусь с нашим гостем в том смысле, что вот эти переполненные автобусы, их тоже никто не отменял. Хотя вроде как по правилам, должны они быть частично заполнены, но кто ездит в общественный транспорт, понимает, что это, в общем-то, когда вводили заполненные автобусы, 50%, не больше заполняемости, ла-ла-ла, как это надо измерять? Ну что, есть где-то какие-то датчики, счетчики, кто-то наступил? Ну подожди, крестики, но это же все равно не работает. Я понимаю, если бы система там, красная сирена, сигнал, больше зайти нельзя, двери закрываются, ну это все как-то отработало у нас. Крестики налепили, люди сели на эти крестики, сверху, рядом, сверху, снизу, ну то есть это же вообще какая-то бумажная история, ну либо правители никогда не садились в автобусы, они не видели, что происходит в тройке, простите, когда ты ездишь с Балдырая до центра, никогда там нету соблюдения правил. Ну да, я с тобой соглашусь, опять же, слишком далеки они от народа, это и правда есть. Наверное, конечно, не все, здесь тоже не хотел бы всех под одну гребенку, потому что есть люди, которые ездят в общественном транспорте, видят, как-то принимают решения, ну если говорим о наших первых лицах, которые там, я думаю, что они, конечно, давно не ездили, и вообще другой вопрос, как это обеспечить, потому что сокращать, например, нужно тогда по идее делать, что увеличивать количество общественного транспорта, это не рентабельно, если полупустые автобусы будут ходить, соответственно, нужны дополнительные дотации, там уже Рига Сатекс, соответственно, если будут дополнительные дотации, будут говорить о какого черта, да, вы это делаете. Тоже сложно, да, то есть нет какого-то простого решения, как это все обеспечить, но я с тобой соглашусь, что очень многие вещи, они действительно на бумаге, да, то есть они вот как бы делают вот так линейно к этому подходе, давайте мы так напишем, так же с работой, я думаю, даже с этими масками, которые мы с тобой вынуждены носить, это, в общем, очень странная история, ну, мы просто законопослушные люди, и мы соблюдаем это, но, тем не менее, мне кажется, это очень странно, что журналисты должны... Ну как, подожди, ты же сам так что говорил, что если бы там, ну, на воздухе, там, ла-ла-ла-ла, все-таки мы с тобой в помещении, мы с тобой в помещении находимся, сейчас мы дышим одним воздухом, у нас сейчас нету тут... между нами есть два метра сейчас. И так далее. Ну и что, ну мы дышим с тобой одним воздухом, мы выдыхаем, выдыхаем этот один воздух, наверное, за час мы можем перемешаться, ну, наверное, и за два метра тоже. Ну, тогда уже, если с такой-то стерей, что маска не дает защиты... Уже надо официально сказать, что маски заставила носить Эрика, потому что Эрика сотрудник этого надгруппы, этого надгруппа послушный. Нет, я понимаю, что это все мы соблюдаем, и как законопослушные граждане. Я гражданин, ты гражданин. да, я гражданин. Мне гражданин нет среди, за этим столом. Но, тем не менее, мы соблюдаем просто те правила, которые есть. Вопрос, насколько эти правила рациональны, да, и сделаны они действительно или для галочки. Но в других странах я этого не видел, я не видел, чтобы ведущие в масках вели эфир. Это вот в Латвии такой ноу-хау, и когда ты там выходишь в эфир, допустим, с иностранными государствами, ну, как сегодня Дмитрий Брикман. Ну, конечно, он умирился и посмеялся над нами. Наверное, если бы мы выходили на маленькие какие-то кусочки, прерывались бы с тобой и были бы уже без масок, или, я не знаю, может быть, нам надо переехать на террасу, и на террасе, на улице мы могли бы, наверное, сидеть с расстоянием, и это бы что-то... Ладно, я не буду тут оспаривать. Хорошо, доверимся нашему центру профилактики и контроля заболеваний. Они тоже там, вот Юрий Перевозчиков, которого мы пытаемся пригласить, он действительно, он все время, он написал... Вот хочу это, кстати, обсудить в эфире, потому что у меня уже какой-то вопрос, ну, отчаяния, что с нами не так, или что с... что с Юрием не так. Ну, то есть, мы когда запустили эфир, мне кажется, даже самый первый эфир, уже тогда я начала сталкерить СПКЦ официальными путями, там, пресс-службу, ты стал отдельно с Юрием, связываясь о том, что, ну, приходите, поговорим, пока ковид-волна. Мы с тобой уже кучу тем обсудили, уже с темы на темы перепрыгнули. Каждый раз я делаю дежурный запрос, ну, пожалуйста, поговорите с нами, и каждый раз, что мы слышим, во вторник у них, значит, заседание, к четвергу надо подготовиться, поэтому в среду в наше время они сидят. Сейчас, когда заседаний стало меньше, все равно есть вот это вот ОВГ, ОВП, где надо обязательно дать какую-то раскладку, из собраний человек не вылезает, нету ни на что времени. Ну, я думаю, что как раз в этом смысле, наверное, стану адвокатом. Я думаю, что, конечно, Центр контроля профилактики заболеваний, Юрий Переводчиков, как одна из главных фигур борьбы с пандемией, он действительно очень занят. Я в это верю. Так я и вообще не сомневаюсь. В этом я вообще, моя вопрос, претензия, наверное, не к этому. Я просто даже ужасаюсь. Вот эти вот собрания с утра до вечера, собрания, 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 но при этом вакцинация хромает, постоянно какие-то вспышки, другие страны на три недели закроются и открываются. Эстонцы уже, посмотрю, у них дети в школу сейчас пойдут, спортзалы они открывают, рестораны открывают. Мне кажется, что с нами не так? Очень важный момент. Посмотри, Эстония буквально еще пару недель назад была в топе стран с самым высоким заболеваемостью. И они уже начинают открываться. А мы, которые там вроде как тянулись, а мы все... Мне кажется, вот эта наша политика ни рыбы, ни мяса, то тут как-то не... Мы не будем брать ответственность. А вот это может приоткроем, не приоткроем. А скоро выборы, а вообще... И я вот правда, я иногда смотрю, и я вообще не понимаю, что мы делаем. То есть я уже не понимаю, что это правительство вообще делает. То есть либо вы поступаете жестко, ну тогда вот четко, очень четко говорите, мы делаем то-то, то-то и то-то. Договаривайтесь внутри своей коалиции, в конце концов, отбросите в эти дрязги, пока у нас кризисная ситуация. Не получается, честно говоря. Ну, посмотри, даже террасы, это был очень такой показательный момент, правитель говорит, ни в коем случае ничего открывать не будем, это будет новая вспышка, ла-ла-ла, приходит семь, говорит, нет, мы откроем террасы. Все переругались, президент говорит, я вообще не знаю, как так вышло, так не должно было выйти, но оно так вышло. Мы даже вот такой вопрос не можем решить, ну такой, ну не первоочередной, ну открывать террасу или не открыть. У нас президент там устраняется в нужные моменты, когда нужно стать арбитром и как-то объединяется с правительством, сейчас не своевременно, я так осторожно сформулирую отношение к первому лицу государства. Нет, но да, у нас очень хромает вообще система принятия решений. Я думаю, что мы об этом с тобой неоднократно уже говорили, можем повторить. Я думаю, знаешь, в чем проблема? В том, что каждый пытается перекинуть ответственность на другого, а другой, например, на те собрания многочисленные, которые проходят. И в итоге что мы имеем? Какие-то чиновники в каком-то министерстве что-то не так приняли, премьер говорит, это они, это не я, министр говорит, это они, это не я. Премьер говорит, ну ты же министр, он говорит, а я-то что? Я вообще, вот у меня департамент есть. Ну это ты сейчас говоришь, как они там закупали вакцины, где-то в WhatsApp, вечером кто-то кому-то шлет, кто-то кого-то не понимает, виновного найти не могут. Но сейчас с террасами это то же самое, понимаешь? Это то же самое. У нас что такое? Что такое правительство? Но с террасами это сейчас такая полит... Мне кажется, это уже пошли политтехнологии, кто-то хочет быть ответственным, кто-то хочет заработать политические очки и сказать, что я вот народ просит, я даю, и каждый уже занимается политикой. Нет, смотри, ситуация, что такое правительство? Правительство это представители коалиционных партий. Что такое коалиция? Это то большинство в СЭМе, которое принимает решение. Тот пресловутый 51 голос. Они фактически плоть от плоти, кровь от крови друг друга. Но получается, что эти члены коалиционных партий, которые создают большинство в парламенте, начинают мучить правительство. Это вообще какая-то абсолютно немыслимая история. То есть они же все там и там, и там сидят. Но получается, в правительстве они вроде договорились, там, ребята, вот вы из такой партии, вы из такой, давайте принимать решение. Да, хорошо. В СЭМе те же представители тех же партий говорят, да ну нафиг, давай мы все это отменим. Ну говоря, правительство сейчас вообще, мне кажется, мы, я так понимаю, переживаем кризис. И, знаешь, сегодня была красная новость по поводу министра экономики Виттенбергса, который, как известно, был в партии КПВЛВ, потом перешел в национальное объединение. И вот начинаются танцы с бубнами. И вот у нас есть президент, вот в чем феномен еще израильский, да, они успели с Дмитрием Брикновым эту схему, у них тоже происходит там цистопляска, да, в правительстве. Но их президент или премьер-министр, я точно не помню, когда начиналась эта история, он лично, то ли 39 раз ночью звонил главе Пайзера, и он договорился, чтобы Израиль практически полностью был вакцинирован. Где наш президент? Где наши какие-то ответственные государственные мужи, как всегда нам нужны эти волосфиры, да, вот эти государственные мужи. Где, условно говоря, эти лидеры, которые, несмотря на весь бардак... Ну тут застуклюсь немножко за Каринша, когда мы сели в лужу с незакупленным Пайзером, мне кажется, как раз-таки Каринш, пользуясь своим авторитетом и контактами в европейских структурах, ну или это был такой грамотный пиар, или так было на самом деле, договорился о том, что после перераспределения портфеля, того, что Латвия там не докупила, не закупила, нам достались дополнительные все-таки дозы Пайзера, ну как бы мужик пришел, мужик решил. Ну, мужик пришел, мужик сказал, мужик ничего не сделал, посмотри, что он... Ну как ничего не сделал, но Пайзера подкупил, ты в пятницу пойдешь вакцинироваться все-таки. нет, давай вот эту тему разберем. Я тебе могу тоже сказать, что я что-то сделал, вот я воспользовался своими связями, что-то сделал. Посмотри, у всех уже все есть, у всех уже идет вакцинация, наши ближайшие соседи нас обходят, мы с тобой это говорили уже там в разы, Эстония с Литвой, и мы начинаем только подходить. Это знаешь из серии, когда вам что-то досталось, потому что по квоте вам положено, потому что вы члены Евросоюза, мы члены Евросоюза, и нам что-то там... Ну, окей, ребята, давайте... Ну, то есть ты хочешь говорить, что это не личный фактор человека, а просто потому что... это же я договорился. Ну, это же видно, когда ты договариваешься, у тебя опыт Израиля, когда ты сидишь в самом конце этого списка, вообще аутсайдер, и у тебя уже пошла вакцинация, это не ты договорился, это просто тебе уже остатки пришли. Я не буду... Что-то он там, наверное, он там кому-то пытался... Но я, знаешь, я работал с ними, я летал с ними, я видел, как они работают на международной арене. Вот кому я могу сказать? Цепру Нос, товара Вики Фрейберга. Я видел, как она ведет переговоры. Остальные, когда... Это было, блин, реально... У меня было ощущение какого-то политического туризма. Вот понимаешь, все ездят там, пожимают руки, а что... Ну, расскажи мне про Цепру Нос, товара Вики Фрейберга, что там в это вкладываешь? Ну, потому что когда она была... Я с ней летал в Болгарию в 2003 году. Я видел, как она держится, как она ведет переговоры, как она отстаивает, как она переходит с языка на язык, как она, в общем-то, не сгибается. Я видел других президентов, с тем же Валдисом Заттерсом. Я летал, как он в книжке, например. Я хорошо к Заттерсу отношусь. Мне он нравится как человек. Но я был на саммите НАТО в Бухаресте, я видел его этот разговор с Путиным, о котором он потом в книге написал. Да я ему там сказал там... Этого не было вообще. Там была просто совсем другая история. Он там что-то... Ну, это кто? А это вот... Ну, окей. А он в книге это расписал, как будто я там фактически заставил его там замолчать. Ну, я ему задавал этот вопрос, когда он мне проходил на телевидение. Я сказал, ну, господин Заттерс, ну, это же не так было. Ну, мы же... Вы там были, я там... Ну, то есть, подводя самап, ты не хочешь... Ты хочешь закончить этот кейс тем, что это не Кришин и Скаринч, ну, как бы святой человек, который пошел и добыл, а потому что нам и так это было положено. Ну, смотри, как это делается. Ты, ну, как бы, был факт в серии, там пересекался Заттерс с Путиным за столом в НАТО? Пересекался. Можно об этом рассказать? Был там какой-то диалог? Там Буш, по-моему, сидел еще и Сарказис, Меркель. Было-было. Ты сидел за... Сидел. Дальше уже ты начинаешь из серии, ну, я там что-то сказал. А на самом деле он там одну фразу просто проронил какую-то, а дальше в книге начинает расписывать, как я там, типа, дискутировал с этим НАТО России. Ну, и как Левец говорит, мы там на переднем крае борьбы с демократией, с авторитаризмом, тоталитаризмом. Ты можешь это сказать, но это не подтвердает того, что, да, они там, условно говоря, не потому что мы, ну, да, мы небольшая страна, у нас не такое влияние, но часто они ничего такого... Ну, как бы, этого и не происходит, как потом начинают подавать. В общем, ты советуешь мне не вестись на политический пиар. Я... Это политический пиар. Ну, у Каренша он не очень удачный, потому что, как ты видишь, в правительстве рейтинга и у Левеца он. Ну, правительство рейтинга, там можно долго рассуждать, почему, как бы, они вообще указались в очень неудачное время, в неудачном месте, приняли не самые популярные решения, как бы, по всем фронтам засада, ну, их рейтинги закономерно не очень хорошие. Я тем временем хотела сообщить вести с полей, что-то мне сегодня как-то это слово. Знаешь, что говоря о конфетке? Мы с тобой тут начали конфетку, надо 50 евро в максимум, или сахара дайте. Планируется разрешить привитым от COVID-19 людям после поездок не соблюдать самоизоляцию. Ну, вот, наконец-то, хоть что-то ощутимое. Завтра, как мы знаем, Министерство здравоохранения будет заседать в правительстве, опять будет вот эта большая сходка, где все опять соберутся и что-то обсудят. Но есть, смотри, вполне ощутимая, как бы, проекция, что будет такая норма, что ты приезжаешь, и если ты привитый, то тебе не надо соблюдать самоизоляцию. Ну, уже... Спасибо и на этом. Как бы, спасибо и на этом. Для кого-то, кто ездит по работе, приезжает, или там те же путешественники, ну, может быть, удобно, что-то тебе не надо на 10 дней 14 уезжать. Я не хочу быть таким, что рисовать все в черном краске. Я, правда, искренне иногда пытаюсь найти какие-то светлые пятна в нашем руководстве, в нашем правительстве, и они, наверное, есть, и какие-то решения применяются и принимаются. Мне кажется, что все-таки, наверное, люди стараются, правда, и я верю, что и в Минздраве, и тот же Павлец, который уже, наверное, уже просто... Это тяжелая нагрузка, да? Ты сидишь, тебя все ненавидят. Ну, то есть не все, значительная часть от этого не так легко абстрагироваться, да, когда Илзе Винкела об этом рассказывала. И где-то по-человечески я кому-то сочувствую, даже тому же Кариншу, да, то есть ты, в общем-то, служишь такой боксерской грушей, да, у тебя мы, журналисты, вот смотрим... Так посмотри, даже медики, там представители больницы не хотят приходить уже в эфир, не хотят давать какие-то комментарии, потому что на них смотрят уже все, ну, я не знаю, из-подолба, и даже в медике уже кажется людям врагами, которые не дают веселиться, не дают идти на террасы, что-то запрещают, постоянно пугают этими болезнями, даже медики. Это мы не о политиках говорим, которых, мне кажется, по умолчанию всех ненавидят. Понимаешь, что тут, как бы, медики, они в данном случае выполняют, вот они дают рекомендации, они не должны становиться публичными фигурами, на которых начинают срывать свой гнев. Политики для этого, они, как бы, вроде... Ну, я с одной стороны... Ну, видишь, это, опять-таки, поменялась же была новость о том, что поменялась вот эта, ну, как бы, сама технология коммуникации по поводу этого, если раньше спускалась вверху, а потом, как бы, а теперь давайте лучше люди будут говорить с людьми, люди верят людям, и, возможно, поэтому это была чья-то гениальная идея, что давайте медики обратятся, медики выступят, медиков послушают, а получился обратный эффект, что и медиков записали к политикам, и все вы там в одном... Нет, потому что, знаешь, опять срабатывает вот эта история, давайте мы на кого-нибудь что-нибудь перекинем, да, то есть, и опять такое, это не мы, это медики, да, у нас сразу такое, а это не я, ну, это вот врачи говорят, что врачи, ну, и, соответственно, давайте... Не, ну, хорошо, но медики это экспертное мнение, так, наверное, должно быть, политики не должны выдумывать что-то из пальца, и экспертное мнение там эпидемиологов и медиков, оно важно, и это именно те самые люди, которые там говорят про красные лампочки на панели, о том, что у нас, простите, больше нету мест, нам некуда принимать пациентов, мы видим, как люди уходят, мы там ходим в памперсы сутками, и вообще в отпуске не были, и, ну, кто как не медики сообщат об этом? Есть все равно вот эти точки приложения, у нас нет. Знаешь, вот я вчера с Алексеем Венедиктовым разговаривал, главным редактором Эха Москвы, он сказал, что правильную вещь, говорит, когда там начинают приставать журналистов, там, говорит, я отвечаю здесь за все, я та фигура, когда, например, моих журналистов пинтят, и он там звонил, там вытаскивал после этих всех беспорядков, одного, говорит, не трогайте моих журналистов, я отвечаю за все, я несу за все ответственность, хотите мочить, мочите меня, а он та фигура, как руководитель организации, который берет огонь, вызывает огонь на себя, вот этого на уровне правительства, на уровне президента, пример, у нас не происходит. Ну, то есть не надо там трогать медиков, не надо, чтобы они проводили прежконференцию и били. Ну, ты символ этого кризиса, да, да, тяжело, там, Деголь и даже Черчилль после войны, они ассоциируются с плохим, хотя они, в общем-то, вывели, да, от своей страны и через эту мясорубку провели. И к ним уже было негативно, потому что люди, они сделали много, но люди их ассоциировали с чем-то уже не очень хорошим, потому что это вот боль войны и все такое. Но, да, ты берешь ответственность, и ты в какой-то степени, когда выходишь из такого тяжелого кризиса, можешь пожертвовать своей политической карьерой дальнейшим. Потому что ты выводишь и уходишь потом, да, ну, может, это не произойдет, но такое может быть, потому что люди уже потом не хотят ассоциировать с теми тяжелыми временами. Мы опять пошли в такие немножко философские дебри. Я еще хотела подвести и закончить мысль о том, ты часто любишь говорить, что Латвия любит выступать в роли, ну, как бы догоняющего. Кто-то уже что-то сделал, а мы как бы догоняем, мы смотрим, как это происходит у других, и мы никогда не работаем, ну, на опережение. На опережение. И вот говоря о том, что завтра будут рассматривать, что не надо самоизоляцию, если ты вакцинирован после поездки, почему мы это делаем? И мы вдруг осознали, что в Литве и в Эстонии уже это работает. Понимаешь? О чем говорит наш министр сообщения, Талис Линкать, что Латвия должна как можно скорее ввести об этом норму, когда при въезде в страну привитый от COVID-19 не должен соблюдать самоизоляцию и предъявлять от реакции, потому что уже в Эстонии и в Литве это есть. И сейчас возникает абсурдная ситуация, когда привитый от COVID-19 житель Латвии в Эстонию въезжает без ограничений, а по возвращении сюда домой сдает тест и идет самоизоляцию. Ну, в общем-то, я ответил. И вот мы проснулись, мы это поняли, завтра мы это обсудим, пройдут опять эти собрания, из-за которых все заняты. Ну и, видимо, все-таки это случится. Ну, это грустно на самом деле, потому что... А я вижу в этом... О, я закончу оптимистом, я в этом вижу плюс, что если в Европе будут, ну, в Европе, в Литве, в Эстонии будут принимать такие, ну, как бы, решения, вот такие рычаги, а мы любим смотреть, как это все происходит, и чтобы не было этой абсурдной ситуации, нам тоже приходится это делать. Ну, то есть спасибо другим странам, мы выживем благодаря соседству и принадлежности к Европе. Ну, мы же независимая, самостоятельная страна, а где? Ну, то есть, а давайте посмотрим, чтобы ничего не вышло. Ну, опять ты не даешь мне закончить на положительном хэппи-энде. Ну, хорошо, ладно, давай о положительном, в следующей неделе мы поговорим. Только о хорошем. О чем-то другом. Надо вообще поговорить о чем-то, где Латвия молодец, и похвалить Латвию, может, как-то сменить эти наезды, которые в последнее время у нас накопились. Мы постараемся, но не обещаем. Ну, что ж, до встречи в следующую среду. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Спасибо. Спасибо.